Да, конечно. Но я скажу, что Нижегородская область — это типичный представитель европейской части Российской Федерации. В него входит всего лишь пара европейских стран, таких как Бельгия и Нидерланды по площади, ну там Люксембург еще захватим. Ну такой небольшой субъект, европейский. Как сказал Сергеич, достаточно хорошая сетью дорог, и недоступных для скорой помощи территорий у нас нет, за редким исключением. Ну кроме того, в состав Нижегородской области входит закрытое административно-территориальное образование города Саров. Я думаю, что все про него слышали, что также влияет на осуществление санитарно-авиационной эвакуации, так как требует необходимости дополнительного разрешения для пролета в эту зону. Ну и у нас нет таких с малой плотностью районов, как, например, на Камчатке. У нас не 0,5 человека на квадратный километр, 41 в среднем. Ну есть районы с низкой плотностью от 5 до 8 человек. Ну кроме того, все равно специфика Нижегородской области присутствует. Ура! Никак, да? Да, нет, все. И у нас, например, есть город Бор. Если вы успели посмотреть вид с нашего Кремля, с нашей красоты, с площади Минина, вы на другой стороне увидели город Бор. Всего лишь один мост железнодорожный и автомобильный он же. И в случае, если вдруг пробки или, не дай бог, угрозы взрыва, теракты или дорожно-транспортные происшествия, то сообщение обрывается. И, несмотря на то, что это рядом, то использование санитарной авиации здесь единственно возможным для оказания специализированной помощи. Нижний Новгород участвовал в чемпионате мира по футболу. Спасибо большое. В 2018 году я очень хотела войти в проект по труднодоступным. Однако коллеги Михаила Сергеевича по Минздраву России не взяли меня в этот проект. Но спасибо большое правительству Нижегородской области, что были выделены деньги. И после чемпионата мира мы начали наконец-то санитарную авиацию. Закройте дверь, пожалуйста. Спасибо огромное русским вертолетным системам, которые были нашими первыми победителями. Они помогали нам делать наши первые шаги. Сейчас, уже имея опыт работы, я понимаю, как они были хороши. Кроме того, что нужна техника, нужно же еще и кадровое обеспечение. Поэтому наши сотрудники перед чемпионатом проходили обучение ВЦМК «Защита». Спасибо большое старшим товарищам. Приехали все с восторженными. Ну и у нас здесь проводилось обучение, был выездной цикл. Приехали все восторженные, заряженные на работу. Поэтому спасибо большое старшим товарищам за помощь. И, однако, все-таки, я считаю, в кадрах есть проблема, опять-таки, касающаяся нормативного регулирования, на которое еще позднее остановлюсь подробнее. У нас 388Н порядком оказания скорой помощи введены в действие авиамедицинские бригады. Авиамедицинская бригада – это медицинские работники, не имеющие водителей. Поэтому, если они приезжают, ну, таких идеальных вертолетных площадок, где вертолетная площадка, крытый коридор, на тележке прикатили и сразу в приемное отделение, ну, я не знаю таких. Поэтому все равно нужен автомобиль для того, чтобы от вертолетной площадки довести до приемного отделения. Значит, еще одну реанимационную бригаду вызываем? Не уверена. А если вдруг нелетная погода или мы понимаем, что ночью все-таки мы в основном не летаем, это опять проблема оснащенных вертолетных площадок с ветосигнальным оборудованием, ночью, что делают бригады, сидят или мы их выгоняем, я считаю, что функция авиамедицинской бригады может выполнять просто специализированная бригада анестезиологии и реанимации, которая есть в порядке скорой медицинской помощи. Ну, наконец-то, с этого года мы включены в федеральный проект, мы начали летать, поэтому я очень рада. Сбылась моя мечта, но у меня их вообще много по работе. Одна из, это санитарная авиация, снова вернулась на Нижегородскую землю после долгого перерыва. Я могу сказать, что мы начинали сначала больные с ОКС, травмы, беременные, роженицы, дети, затем мы расширили этот список, проводили нормативную базу и меняли ее и на территории субъекта. Также были определены задачи по подготовке к санитарно-авиационной эвакуации пациентов для направляющей организации. Затем мы разработали задачи и направили их требования к принимающей медицинской организации. Кажется, что это вроде как бы логично и неважно, однако санитарная авиация вносит свои коррективы. И, например, нам некогда ждать, когда врач, как у нас прописано в нормативных документах приемного отделения, смотрится, осмотрит больного, распишется в приеме этого больного. Нам нужно быстро освободить авиамедицинскую бригаду для следующей эвакуации, пока вертолет дозаправляется, готовится к следующему вылету. Также в Нижегородской области утверждена стратегия развития санитарной авиации. Этот документ есть. Я думаю, что в каждом субъекте, кто участвует в федеральном проекте, эта стратегия уже утверждена. А Минздрав бы не дал не утвердить. Я хочу сказать, что мы идем такими большими шагами. Мы только начинающий субъект. Если у нас всего было 77 вылетов в прошлом году, то в этом году примерно за то же время уже где-то в 4 раза больше этих вылетов. Мы понимаем, что с учетом конкурсных процедур мы начали летать в мае месяце в этом году. То есть времени примерно прошло столько же, сколько и в прошлом году после чемпионата. Ну вот структура вылетов. Пока у нас сердечно-сосудистая патология превалирует. Я думаю, что это хорошо. Но наши мечты — это больше вылетов к пострадавшим в ДТП и вылеты на место дорожно-транспортного происшествия. Вот те красивые картинки, которые показывал Михаил Сергеевич по вылетам. Я очень хочу, чтобы это было и у нас, и не картинками, а реальной жизнью. Про проблемы. Понятно, вертолетные площадки. Мы все про это знаем. У нас только одна вертолетная площадка, которая принадлежит Центру медицины катастроф, которая имеет аэронавигационный паспорт и находится рядом с медицинской организацией третьего уровня. Это региональный сосудистый центр и травмоцентр региональный. У остальных либо есть вертолетные площадки рядом, которые принадлежат сторонним организациям, либо вертолетных площадок вообще нет. Поэтому мы в стратегии написали, что нам нужно 55 вертолетных площадок, но в первую очередь 17 как раз-таки около межмуниципальных центров и медицинских организаций третьего уровня. Следующий вопрос — это ночной старт. Для меня, конечно, красивая вертолетная площадка, оснащенная всем необходимым светосигнальным оборудованием, навигационным оборудованием около каждой медицинской организации, следующая мечта, которую, не знаю, при моей жизни это будет или нет, но будем надеяться, что мы пойдем по исполнению этой мечты. А вот насчет мобильных комплексов, переносных комплексов светосигнального оборудования, для меня вообще здесь вопрос. И больше, наверное, к вам, к авиационщикам, к тем, кто летает. Ведь по логике должен быть аэронавигационный паспорт. И даже если мы мобильный комплекс поставим куда-то, вообще это законно, я понимаю, что для спасения жизни, но мои сотрудники для меня, ну, может быть, это не совсем правильно, но для меня жизнь моего сотрудника намного важнее жизни пациента. Если мы полетим за тяжелым пациентом, там, где установили светосигнальное оборудование, а там какие-нибудь провода, и вдруг авария, и погибнут мои сотрудники, вообще законно использование переносных комплексов. Вопрос к вам, если вы мне ответите, я буду вам признательна. Следующий проблемный вопрос, это то, как раз о чем говорил Михаил Юрьевич, у нас планируется разделение мест нахождения вертолетов, как раз-таки вот мы сначала на юг планируем вертолет, так как он более густо населен, на севере у нас все-таки меньше вылетов. И опять встает вопрос кадров, и уж точно в деревню отдельную авиамедицинскую бригаду мы точно не найдем. Поэтому я считаю как раз-таки необходимым внести, возможно, Николай Владимирович, я вас вижу, поэтому я обращаюсь к вам на заседание профильной комиссии по скорой помощи, внести предложение о внесении вот этого дополнительного функционала авиамедицинской бригады, возможный перечень функционалов просто специализированных бригад реанимационных. Ну что мы сделали на областном уровне, и у нас эти бригады работают. Кроме того, хотела бы поднять вопрос, мы на Камчатке его с коллегами недавно обсуждали, психофизиологической подготовки медицинского персонала. Потому что работа в условиях воздушного судна, это сложно, и даже если человек очень хочет, но иногда он совершит один полет и потом говорит, ну я не могу, у него давление повышается, ему потом плохо, и он бы хотел всей душой летать и спасать жизни, но не может. А мы на него затратили деньги, время, усилия, мы его подготовили, мы его отправили в Москву проучиться, а потом оказывается, что он не может работать. Поэтому вот эти вопросы психофизиологической подготовки нужно проводить до того, как мы этого человека будем брать. Я понимаю, что у нас кадровый дефицит, но все равно эти вопросы, я считаю, что нужно поднимать. Ну про правовой статус медицинских работников и пациентов на борту говорил Алексей Олегович еще, я не буду на этом останавливаться, не совсем региональный уровень, а скорее федеральный. Кроме того, хочу сказать об отказе пациентов или законных представителей детей от эвакуации. Вообще у нас выбор способа, вот не хочу я, чтобы меня на УАЗики везли, хочу, чтобы на реанимобиле, на вертолет, нет у нас в документах такого. У нас есть отказ от медицинской эвакуации, а отказ от санитарно-авиационной эвакуации, он все-таки несколько другой, мы с вами тоже это понимаем. Я считаю, что вот это право выбора и вообще про те вопросы, про которые мы тоже обсуждаем с сообществом скорой помощи, это по поводу тех вопросов, которые про оставление в опасности, про уголовный кодекс или неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, да, если мама отказывается, а ребенок потом умирает, а мы врачи. Все, две минуты... Ах, я успею. Кроме того, считаю, что нужно еще определить порядок действий сотрудников АМИ медицинской биркады при констатации смерти на борту воздушного судна. У нас есть такой порядок действий на борту автомобиля, и это считается как место возможного криминального действия. Поэтому либо мы вызываем на себя сотрудников полиции, либо мы пациента с согласием сотрудников везем в ближайший. Ну, самолет не может в ближайшее РОВД привезти. И где это, если это на середине дороги, между, как правильно делать? Понятно, на региональном уровне мы что-то делаем, но считаю, что это в федеральном уровне, и это требует обсуждения. Ну и кроме того, вот про организацию взаимодействия. Поэтому надеюсь, что на следующий форум вы меня пригласите, и я вам расскажу, как мы взаимодействуем с нашими смежными службами. Мы хорошо взаимодействуем с нашими смежными службами, и надеюсь, это получится при использовании санитарной авиации к вылетам на место дорожно-транспортных происшествий. Спасибо большое всем за внимание. Я считаю, что согласна, что обсуждать надо часто, а решать однажды. Давайте будем решать. И я надеюсь, что... Я очень люблю свой город. Я надеюсь, что, несмотря на плотную программу, вы найдете время посмотреть этот город, тем более сегодня для вас, для тех летающих медиков и летчиков, даже погода, и Господь Бог нам благоволит. Сегодня летная погода. Смотрите город или приезжайте к нам еще с удовольствием встречу. Спасибо. У кого-то поднимется рука спросить о чем-то, Светлана Илья. Реплики потом. Саня, тебе зачем? Какие инфекции? Забудь ты про это. Мы тебя вылечили. Два вопроса было. По детскому месту и по инфекционным. Ну, по детскому... По Кювезу я не буду говорить, да, потому что про это остановились, и мы этого очень ждем. Я не вожу реанимационных новорожденных в самолете Ансад вашим, хотя очень хочу. Но если вдруг ребенок погибнет, то вопросы будут юридические ко мне. на каком основании без Кювеза я его повезла. А вот про... Мы к чемпионату мира купили бокс инфекционный. Да. Мы его привезли... Но в нем работать очень неудобно, потому что места не хватает там. Поэтому если бы была какая-то придумка ваша, это было бы здорово. Думай, Александр, думай. Москва опять рвется в бой. Да что ж такое? Столица и не знает ничего. Они просто далеки от регионов. Мне очень радостно слышать, что вы развиваетесь, и практически вы наступаете на те же грабли, что наступали мы. Ну вот по поводу вопроса коллеги инфекционный, это прямое противопоказание к транспортировке санитарным вертолетам малого и среднего класса. Это прямое противопоказание, если это особо опасная инфекция. Ну так надо сделать биобэк вертолетный. Это есть регламент гражданской авиации. Там, не помню пункт какой, но это пункт есть. Регламент гражданской авиации. Так надо его сделать биобэк для вертолета. Для санитарной авиации этот регламент есть. Мне хотелось бы задать следующий вопрос. Кто вам передает вызовы? Кто вам передает вызовы? Какое взаимодействие с Центром медицинской катастрофы со скорой помощью? И кому принадлежат авиамедицинские бригады? Это первый вопрос. По очереди или все сначала ждут? Авиамедицинские бригады сходят в структуру Центра медицины катастроф. Вызовы нам передают в медицинские организации направляющие данных пациентов. Взаимодействие со скорой помощью. К сожалению, Нижегородская область в плане информатизации далека от идеала. В настоящее время у нас заключен государственный контракт. И мы сейчас совместно, вот главный врач станции скорой помощи присутствует, мы проводим информатизацию и делаем единый диспетчерский центр станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф на территории всего субъекта. В этом году объединяет Центр медицины катастрофы и скорой помощи информационно. На следующий год у нас будет единый диспетчерский центр. Спасибо. И, значит, такой вопрос. Кроме того, что вы говорили проблемы транспортировки детей с родителями, опять же, связано... Вот у меня вопрос... Хотел задать вопрос у конструктора Монсада, но они частично ответили. Там два места посадочных, как говорится, которые штатных. Получается, что врач-фельдшер, а родители... А родители на машине как угодно. Соответственно, ребенок будет в стационаре по прибытию родителей. Стационар для того, чтобы дать свое согласие. Мы вышли следующим образом. Допустим, мы можем оставлять на месте одного из медработников, одного из трех медработников, для того, чтобы... Родители. Если позволяют, соответственно. Да. И проблему мы решили еще авиамедицинской бригаде. У нас авиамедицинская бригада работает на машине, на санитарной машине С-класса. Это тогда нарушение 388? Нет. Если нет вылетов, то машина работает как наземная. В режиме наземная работает. И поэтому это просто тогда специализированная бригада анестезиологии и реанимации, которая исполняет функции авиамедицинской. Но это мое мнение. Да? Спасибо. Таким другим людям поработаем. Реплика у нас сейчас будет. Мощная такая. Без микрофона не звучит. Дайте микрофон, пожалуйста. Я просто хотел бы отметить следующее. Вот в докладе Михаила Сергеевича, в вашем докладе, вот сейчас в вопросах, да, звучит одна и та же вещь. И мы видим, что есть разрыв между Минздравом, Минтрансом и Росавиацией. Есть разрыв в нормативной базе. Он колоссальный. Он просто колоссальный. Вот я читаю приказ Минздрава, да, комплектации воздушных судов. У меня масса вопросов, потому что он не стыкован с существующими инфрационными требованиями. Давайте это обсуждать. По этим требованиям сегодня ни один вертолет не является законным. Вот, собственно говоря. Михаил Сергеевич, вы не ушли? Нет, он рядом. Где? Да. Отвечайте. Коллеги, давайте встречаться и обсуждать. Это серьезнейший вопрос. И вообще надо... Это понятно. Дайте, Михаил Сергеевич, он готов ответить. Я, может, уйду уже? Нет, подождите секундочку. Мы еще вопросы... Я забыл про Светлану. Светлана Игоревна. Учство при разливе, Светлана. Светлана Игоревна, если позвольте, был вопрос ваш нам о законности светотехнических переносных комплексов, комплексов, автором которых, кстати, является компания «Русские вертолетные системы». И мы повсеместно, слава Богу, благодаря этому мы смогли обеспечить освещение площадок. Насколько это законно? Значит, я вам могу сказать, незаконных решений на сегодняшний день в плане применения переносных светотехнических комплексов нет. принятие решения командира воздушным судном, оно основывается на знании площадок и знании федеральных авиационных правил. Если командир принимает решение на вылет, значит, он все взвесил и оценил, и у него есть понимание того, на что он опирается, на какое федеральное операционное правило. По поводу паспортизации вертолетных площадок, как ни странно, решение этого вопроса, оно лежит как раз в докладе Натальи Владимировны Трофимовой. Заключайте договора на три года, как минимум, и вас оператор, поверьте мне, будет обеспечивать и паспортизацией, и светотехническим стационарным комплексом, и прочим, прочим, а так, когда конкурс разыгрывается на три месяца, и операторы между собой не знают, а кто будет там через три дня работать, а какого он будет ставить вам стационарный комплекс, и тогда у вас исчезнет вопрос, с каких денег у вас будут строиться вертолетные площадки. Поверьте мне, вот система разыгрывания конкурсов на пять лет рос нефтью, она дала очень позитивный сдвиг. Оператор, заходя на комплекс, он понимает, что он здесь будет работать пять лет и так далее. Спасибо большое. Сейчас я скажу, отвечу, я абсолютно согласна. Пятилетний, к сожалению, противоречит бюджетному кодексу у нас, но и мне очень жаль, что выигрывают другие компании с другими пилотами. У нас, например. Пожалела. Хорошо. Предсказывай. Я с удовольствием, если пилоты будут летать на переносное светосигнальное оборудование. Спасибо. Спасибо, Светлана Игоревна. Михаил Сергеевич. Ну, держи.